Строятся крыши твои из мёртвого древа. Строятся стены твои из мёртвого камня. Строятся мечты твои из мёртвых мыслей. Крича, смеясь и распевая, возвращаясь обратно к жизни, забирать то, что ты украл, и бежать стирать кожу с мёртвых твоих костей. На меня вышла некая особа по имени Виктория. Она утверждает, что представляет клиента, который был впечатлён тем, как я разобрался с Рамирзом, и теперь хочет, чтобы я украл кое-что для него. Цель – волшебный меч, принадлежавший дворянину и коллекционеру по имени Константин. В Константине известно немного, только то, что новое лицо в городе – эксцентричный человек и держится обычно особняком. Виктория говорит, что меч, вероятно, был выставлен на беду, но хорошо храняется стражей и системами защиты. Ещё она упоминала, что стража сильная и хорошо организована, а планировка особняка прямо-таки ставит в тупик. Дом был построен недавно, так что мне пришлось составить свою собственную карту, основываясь на наблюдениях и слухах. Кажется, это место – настоящий лабиринт. Думаю, если вы достаточно богаты, вы можете построить себе любую дум, даже сумасшедшую, чтобы жить в нём. Это будет очень непростое дело. Но и оплачивается она лучше, чем несколько прошлых заказов. Как обычно, главный код хорошо охраняется, но я сумею найти другой путь внутрь. Конечно, завраг меч, нужно будет ещё позабоиться об отступлении. Всем привет, меня зовут Артур, и мы продолжаем страдать вора. Ночью, конечно же. Хорошо. Что нам нужно сделать? Нужно найти и заполучить меч. Скорее всего, этот меч будет находиться на верхних этажах особняка. И, воспользовавшись случаем, нужно украсить другие драгоценности. И сделать это так, чтобы не пришлось никого убивать. И пока мы будем в особняке, нужно поискать какую-нибудь ценную информацию о Константине. После чего покинуть особняк с мечом. Отлично. Знаете, я знаю эту миссию. Я знаю её плохо. Но она всё-таки отпечаталась неплохо в моей памяти. Я предлагаю вот что сделать. Я предлагаю взять хотя бы парочку стрел с верёвкой, чтобы у нас их было около пяти штук. И, наверное, знать что? Может быть, взять больше муховых стрел. Я помню, что там будет кафельный пол. И вот там будет довольно много. Ну, не знаю. Вот в один их стрел, наверное, взять побольше. В любом случае. Штук двадцать хотя бы. То есть десять и ещё шесть пускай будет. Ну и давайте ещё возьмём парочку вспышек. Две вспышки. И, наверное, на всё остальное мы возьмём моховых стрел все. Пускай будет вот так. И платить за дом нам теперь уже нечем. Ладно, хорошо. Я думаю, что это дело быть того стоит. Просто потому, что оно оплачивается не просто лучше, чем предыдущее, а лучше, чем две предыдущие миссии. То есть нам всего-то на всём надо украсть какой-то мечик какого-то странного богатея. Думаешь, что-то может случиться? Наверное, нет. Но не расслабляйся. Только не я. Там кто-то есть. Тихо. Очень было бы... Последний раз подскакиваю с места закрытой. Очень было бы непрофессионально для нас спалиться сразу же. Не успев выйти даже в дом. Так, на самом деле, это, среди по всему, главный вход. И нам надо идти туда. Тихо. У этого товарища есть мешочек с золотом, поэтому мы его обязательно сначала заберём. Вполне вероятно, что это золото, чёрт подери, предназначалось для его семьи. Но нас это мало волнует. Так, вы лежи здесь. Я не думаю, что тебя здесь найдут. Так, у нас есть два пути. Есть путь туда, есть путь сюда. Я предлагаю для начала сейчас ознакомиться с картой. Карта у нас, как всегда, в общем-то. Основываясь на слухах, я могу предположить, что мы узнали только несколько вещей. Только то, что в этом доме три этажа. И, возможно, присутствует сад. Всё. Всё, что мы знаем о доме, шикарно. На самом деле, это очень круто. Мне очень нравится вот такого вот рода карты. Так, поди, вот она. Так, ниже. Кстати говоря, хочу вам показать один прикол. Получается, если мы вовремя прыгнем туда, то можно забрать стрелу в прыжке. Кстати говоря, может быть, я не могу не вгаблучь. Вот, и так её забрать. Нет, кстати говоря. Придётся всё-таки её забрать вот таким способом. Вот. Видите, можно прыгнуть и одновременно её забрать. На самом деле, нам надо позаботиться об отступлении. Но так уж повелось, что мы выходим всегда через парадный вход. Как всегда зашли. Просто потому, что его охранять уже просто некому. Поэтому, думаю, что так мы и будем продолжать. Обратите внимание на окно. С виду, кстати говоря, всё вроде бы в порядке. А, нет, смотри, с виду это окно тоже нифига не в порядке. Понятно. Короче говоря, это миссия. Так, где, может быть, мы можем... Было бы неплохо, чтобы, конечно, у того охранника вместо монет был ключ всё-таки. Так, я предлагаю осмотреться немножко внимательнее. Потому что на предыдущей миссии мы оставили всё-таки немножко монет. Мне это не понравилось. Но мне сама миссия просто предыдущая не очень нравится. Она достаточно объёмная и скучная. И не играет никакой роли в сюжете. Именно поэтому она мне не очень нравится, честно говоря. Поэтому я её хотел пройти как можно быстрее. Но вот с этой миссией начинается конкретный сюжет. Начинается очень интересная, очень жёсткая завязка. Отлично. Так, вот тот самый, кстати говоря, кафельный пол. На. Пока никого рядом вроде бы нету. Так, надо быть внимательным, потому что этот дом, он огром... Так, я извиняюсь, я случайно свернулся. Говорю, что этот дом, он огромен. Поэтому надо быть крайне внимательными. То есть просто потому, что у сражи может быть очень большая... Очень большой радиус обхода. Великолепно. И да, именно... Я думаю, что здесь мы всё-таки попытаемся найти всё золото. Предыдущую миссию я не хотел обходить уже после её завершения. Кстати говоря, это очень похоже на гроб, но... По-моему, это стол такой. Говорю, что... Слева, да? Предыдущую миссию я не очень хотел обхаживать всё заново в поисках... Парочки монет, которые я пропустил. Но эту миссию, она очень клёвая. Я думаю, что конкретно её я обойду всю. Так, подожди, а то что? Слушайте, на самом деле в подвале речи не шло, по-моему, да? Балкон, стена, двор, головной в рот, обратный вход... О подвале речи не было. Слушайте, вполне вероятно, что именно в под... Я понял. То есть, когда я там проходил, я мог столкнуться с ним лицом к лицу. Говорю, что именно в подвале, может быть, будет какая-то засыпка о Константине. На самом деле, Константин очень тёмный мужик. Очень. И Виктория не менее, кстати говоря. Так, я предлагаю сразу подняться наверх. Я предлагаю сходить сразу за... Мечом. Хотя я не знаю, где он находится. Я не помню просто. Мне эта миссия отпечаталась в памяти. Достаточно серьёзно отпечаталась. Но не настолько, чтобы сказать, что я её прям... Помню. Пока что мы туда не пойдём. Просто потому что, если мы это сделаем, то... Ой-ой-ой, зелёный. Просто потому что, если мы это сделаем, то... Нас ужалят. Мухи ужалят. Ой-ой-ой. Как это было глупо. Я просто промазал. Я промазал. Ну ладно, по крайней мере, падение смягчил ковёр. Уже хорошо. Так, получается, эта ловушка настреляет только тогда, когда мы находимся там, да? Тем не менее, лучше. Я, кажется, знаю, что это за дверь. Это дверь... Эм... 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 На ту сторону, ну, на балкон, короче говоря, откуда мы с вами перешли. Скорее всего, так она и есть. Слушай, погоди. Это смерть? Инь-янь. Начало и конец. А, погоди. Есть шанс. О-о-о. Кто там? Где есть там кто? Я когда потопался... Я когда потопался по стеклу, она сработала как кафель, да? Слушайте, обратите внимание, что на верхних этажах стражи-то как таковой нету. По крайней мере, я пока что не... Не вижу. А, я понял. Согласитесь, после такого... Не поинтересоваться, кто уже такой, черт возьми, Константин... Просто невозможно. Кто этот человек, который настроил все вот это? Самое главное, зачем? Так, зелье. Тем не менее, места, где обитать стражи, как вот это, ну, нормальные. А места, где... Обитает Константин, не самое нормальное. Слушайте, мне интересует вот эта вещь. На стенке. Будем ориентироваться по тому, будут ли кричать стражи. Будет ли кричать стражи, если нет, то тогда, в принципе, можно ходить. Ой, вы субботы. Понятно. Слушайте, есть один нюанс. Кстати говоря, вот этот вот значок, который вы сейчас можете видеть на обоих. Это значок Science Road, да? Ну, по крайней мере, они использовали этот же значок. Только на фиолетовом фоне. Слушайте, надо было сначала все-таки походить, наверное, снизу и вырубить их всех, потому что меня немножко... Немножко напрягает, что они там где-то ходят, а я тут топаю. Что это? Тихо-тихо-тихо. Где-то здесь... Если, в общем, они попадут в стену, и там где-то будет ходить рядом стражник, он это услышит. Нужно быть внимательным в этом плане. Так, ладно. Можно идти дальше, я думаю. Охренеть. Здесь все в ловушках, просто все. И в секретках тоже, кстати говоря. Тихо. Так, полетит и отсюда, и отсюда. Но не полетит в бок. Вот если бы рядом была стража, скорее всего, она это бы услышала. Но именно поэтому меня напрягает тот момент, что мы оставили их там ходить. Хотя, с другой стороны, с таким же успехом могла быть стража где-то впереди, которую я просто не знаю. Так что, ладно. Что сделано, то сделано, в общем-то. Все равно я буду к ним возвращаться. Так. Константин, здесь был Гаррет. Ладно. Гаррет, будьте в другом месте тогда. Городская трибуна. Женщина из Шелбриджа, признанная на прошлой неделе городским судом, непричастной к совершению ограбления, была схвачена членами Ордена Молота. В настоящее время она содержится в ужасных условиях в тюрьме Кракск, Клефт. Это уже после нашего там пребывания, да? Хамериты пока официально не объявили причину ареста, но один из братьев Ордена заявил, она грешна в глазах строителя. А неостропный закон ваш не затронул ее вовсе. Так, а то что же они рубятся? Мне, кстати говоря, очень нравится, как они сделали, именно переработали все вот эти вот нюансы, эти петельки. Они, конечно, не такие... Ого. Мега детализированные, но они очень круто реализованы. Константин просто сихнувшийся, честное слово. Что нам сказала, кстати говоря, Виктория? Виктория сказала, что какой-то заказчик, точнее, она представляет какого-то заказчика, что она представляет какое-то, скажем так, скрытое лицо, которое хочет нас просто испытать перед тем, как что? О, елки зеленые. Перед тем, как дать нам какое-то, видать, серьезное задание, да? Слушайте, может ли это быть спальней самого Константина? Вряд ли она как-то небогато выглядит. Знаете, все это дело сконструировано не как особняк. Мне кажется, что все это дело сконструировано так, чтобы по максимуму испытать Гарета. То есть, сконструировано так, чтобы здесь было все. Чтобы посмотреть Гарета во всех его, в общем-то, возможностях, что он из себя представляет. Но я могу ошибаться, возможно, Константин просто конченый. И все. Может быть, все гораздо проще. Отлично. Кстати говоря, я сейчас небольшое отступление сделаю, но я хочу заявить о том, что у меня же получилось наконец-то сделать 60, кадров, да? И я еще на этом не остановился. Я все еще продолжаю улучшать качество. И мне кажется, что у меня получится сделать и это видео еще качественнее, чем предыдущие, потому что с предыдущими у меня какая-то совсем беда была. Фрапс пишет плохо. Фрапс пишет плохо, а другие программы пишут ее очень темной. Поэтому мне кажется, что сейчас должно выйти что-то очень хорошее. Хозяин, тот, кто вторгся в вашу оранжерею, уже наказан. Он не знал установленных порядков, но шпигунить здесь больше не будет. Слушайте, в его оранжерею... Хотя нет, это ничего не подтверждает. Я просто подумал, что если тут есть какая-то оранжерея, из них кто-то может быть ухаживает. То есть вполне вероятно, что все-таки это действительно особняк, в котором этот засранец живет. Ловушка. Твучу мать. Так, это уже первый фейл. Нехорошо. Так, хорошо. У меня надо понаблюдать за ним. Более того. Понаблюдать за ним бесшумно. Я слышал! Стой на месте! А ну, иди сюда, трухло! Трухло? Только повернись ко мне спиной. Вот так. Списктина. Стражи, кстати говоря, видите, это не просто городская стража, это конкретно наемные стражники. Скорее всего, их заработная плата составляет гораздо больше, чем обычные стражи. Интересно, сколько конкретно Константин платит им за услуги? Так, на самом деле, это еще один фейл. Второй. Мне не нравится. Ага, давайте будем сюда покамись. Помните, как было в гробнице? Возможно, она перестанет стрелять, когда мы откроем сам сундук. Слушай, а там кнопка, нет? Вот эта. Да. Можно было что-то на нее просто поставить. Ладно. Что сделано-то сделано уже. Так, подожди. Этот путь ведет нас... Ага, этот путь ведет нас вниз, хорошо. А этот куда тогда? Не знаю. А этот ключ, что мы, кстати говоря, нашли, вероятно, он от той двери все-таки. С бал... Которая ведет на балкон. Так, ну это опять на первый этаж, судя по всему. Ладно, я пока предлагаю туда не идти. Я хочу сначала украсть меч. Как только мы это сделаем... Как только мы это сделаем, у меня будет уверенность... Уверенность в исходе миссии. Тогда можно будет здесь... Пошляться, позабирать то, что нас интересует. Что пищи? Что-то я еще понял, где меч находится. Ага, я понял. Хорошо. Ага, я понял. Мы выходим в оранжерии. Все-таки сад здесь действительно есть, но нифига не понятно, как расположен. Он тупо, по-моему, прямо в особняке, да? Получается. Да. Неинтересно, как они это реализовали, архитекторы. Они просто приклеили стулья или что? Как конкретно? Потому что, судя по всему, гравитация здесь все-таки работает. Соответственно... Судя по тому, что из сундука все-таки выпал этот самый, гравитация работает. Значит, стулья как-то по-другому висят в воздухе. Ладно. Даже знать не хочу. Свод магии природы. Глава 15. Цветы Татьяны. Эти цветы произрастают в основном в ледяных горных пещерах эсэской гряды или гряды. Чтобы защитить себя, они развили способность разгорячать и кружить магическую силу разумных растений и камней, описанных в предыдущей главе, таким образом усыпляя их. Цветы эти названы в честь архимага Татьяны Якубик, которая первая начала применять их для временного подавления магических загляданий и систем. То есть, вы хотите сказать, что это что-то вроде усыпляющего растения, да? То есть, чисто теоретически, из этого можно сделать усыпляющую стрелу. О, господи, боже мой, стрелу, наверное. Только посмотрите, а тут такого нет? Нет. Взгляните на это. Это такая жуть! Представьте, вы здесь принимаете ванную, и на вас вот это всё пярец, это... Господи. У меня ж мурашки похоже. А ну-ка, представьте. Вот представьте. А я не могу присесть. Жесть. Ладно. Короче, я могу заключить, что Константин просто оконченный. И всё. Ловушка. Понятно. Так, ну, судя по нашим сведениям, меч должен находиться где-то на верхних этажах. Значит, чем мы заберёмся выше, тем будет лучше. Охренеть. Знаете, я немножко ошибся насчёт предыдущей миссии. Имеется в виду в плане... В плане того, что она была... Большая и запутанная. Эта миссия, зараза... Я её помню всё-таки хуже, чем я предполагал. Как висит эта свечка? Господи. Я не знаю. Я просто не знаю. Смех идёт отсюда. Если мы здесь пропустим какую-то монетку, я буду искать вечность. И сразу же здесь себе ходит, как ничего не бывало, я смотрю. Хотя нет, я ошибаюсь. Она ходит немножко не здесь. В других местах. Что? Я вообще не понимаю, куда я вышел. Тихо. Так, надо сделать себе немножко комфорта. Свет хотя бы вырубить, я не знаю. Кажется, я что-то слышал. Чё. Ой. Вы слышали это? Это уже не совсем крик, по-моему, был. Посмотри туда, видишь что-нибудь? Твою мать. Как всё? Да, ничего там не было. Это всё не очень хорошо. Тихо. У меня так будет спокойней. А так ещё более спокойно. Так, ну здесь где-то есть... Ага. Прямиком с правой стороны есть место, где можно нормально походить. Хорошо. Тем не менее, надо знать, что сделать. Нужно всё-таки избавляться здесь от всех, потому что это какая-то задница здесь находиться, честное слово. А было бы классно, если бы всё-таки мух разрастался. Имеется в виду, после того, как мы его мучим водой. Ааа, вот он. Вот он. Отлично. Великолепно. Чёрт возьми. Я уже думал, что я его не найду. Тихо. Подожди, а есть какой-то другой путь, не через вот этот центральный? Наверняка же есть. Здесь даже волей не побегаешь, между прочим, просто потому что здесь кругом капель. Ост сегодня не в духе. Я думал, он в хорошем настроении. Говорю тебе, в хорошее настроение это самое плохое. Да. Оно вызывает самое большее подозрение. Так, устраиваем себе комфорт. Мы его в баню. Хватит жалеть себе стрелы. Что это такое? Ой. Ой, ой, ой. Теперь тихо. Наверное, никого. Вон там. Вон там. Какого хера? Почему меня так видно? Я когда достаю меч, меня тоже становится видно. Но ёлки зелёные, я не знал. То есть, любое оружие, кроме дубинки, меня выдаёт. И одну сильнее другого. Ну, всё понятно теперь. Я, честно говоря, думал, что... Это работает не так. Отлично. Меч отдаёт очень сильным свечением, на самом деле, очень. Слушайте, можно было бы, конечно, рискнуть и кинуть вспышку. Ой, 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 ой. Ой, 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 ой. Как мне видно было. Прям очень. А, это было лишним. Явно. Ладно, всё, хватит заниматься фигней. Я предлагаю начать их вырубать, когда они здесь будут проходить. Главное успевать их оттаскивать. Подлю-ка. Ладно. Стрёмно. Согласитесь, стрёмно просто вот так выходить им навстречу. Да ты же, блин, не пожаловала. Что? Какого хрена? Пора прутить его, ребята. Ну, офигеть. Его даже не слепит. Что? Вот так надо было действовать сразу же. Да хватай, город, хватай. О, подожди, можно было сюда выйти. И отсюда, может... Слушай, так так было бы, наверное, проще. Но лучше я всё равно повырубаю, конечно, раз уж на то пошло. Я на них слишком потратил много, чтобы просто их оставить в покое. Ой, господи, напугал. С какой стороны? Неважно. Ну и где мечник? Он же всегда здесь походил вместе с ними. Какого чёрта? На самом деле, если я отсюда протяну руку, то, в принципе, может быть, я его и смогу забрать. Вот он. А что тогда выше? До свидания. Железноголовый скотина. Я вообще не понимаю. Его даже в вспышки не брали, вы видели? У меня такое чувство, что он его даже нести в гору тяжелее, чем остальные. Ладно, хрен с ним. Я вообще предлагаю пойти в эту сторону. Я не знаю. Может быть, здесь будет безопасней? Интересно. Я не знаю, что это такое. Первое, что пришло мне в голову, что это барнакл, но это явно не он. Здесь даже кусты, кстати говоря, растут сверху. Так, хорошо, тем не менее. Ты будешь, мы им меч. Тови дивизия. Лучше с другой стороны это сделать. Пора доставать мой новый меч и вываливать отсюда к чёртовой матери. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok